Всем привет, друзья! Я сегодня расскажу вам про майонез Хейнс. Про соус Хейнс. Это томатный кетчуп, в общем-то, от очень всемирно известной компании Хейнс. И, наверное, вы его пробовали так или иначе, если вы были хоть раз в Макдональдсе, например. Потому что в Макдональдсе он пользуется услугами вот этой компании. Компания с 1869 года, в общем-то, позволяет, поставляет все. Это голландская компания, что Кенция подсказывает. Но, в общем-то, я не уверен. Я думал, она может быть немецкая, голландская. Ну, голландская компания, в общем-то, достойна. И мы купили этот соус. Обычно мы его покупаем в чем-то стеклянном. Вот этот соус, я на разу могу сказать, он хороший. Но мы все равно проведем его обзор. И я пытаюсь найти какие-то в нем такие вот характеристики, которые обычно я не вижу. Мы покупаем его обычно в такой упаковке, которая, в общем-то, мягкая. Потому что так просто гораздо дешевле получается. И, в общем, меньше места занимает. Но, конечно, стеклянный, наверное, более экологично покупать. Но оттуда очень трудно что-то вот достать. Да, с донышка особенно. Да. Вот так выглядит этот соус. Вода, паста томатная, сахар, уксус натуральный, соль, экстрад, специи. Ничего нет. Ну, и написано, что без ГМО, без глютена и так далее. Ну, мне наплевать на эти все надписи в целом. Основное, это то, что в состав, в общем-то, вроде бы чистенький. Итак, давайте его встроим. Вот он хрубнул. И давайте я его себе положу на руку. Итак, хочется ее близок. Друзья, этот майонез, этот томатный кетчуп, знаете, чем он? Знаете, чем он? Хороший пошел обзор. Знаете, чем он на самом деле пахнет? Для меня он пахнет макаронами. Потому что я всю свою жизнь ел макароны с этим кетчупом. Ну и вообще, любой кетчуп, когда я чувствую его, ну, запах, для меня сразу такая ностальгия по макаронам. И как бы во рту прям чувствуется вкус этих макарон. Вообще, он похож на запах томатов, честно. Вот давайте сравним. Вот томат. И вот. То есть, как будто очень сильно посолили помидор. По цвету они весьма похожи. Ну и вообще, у меня уже слюни. Я просто слюнями, а кто все так хочу есть? Давайте попробуем. Вот этот майонез. Слышно оно суть такое. Этот кетчуп, он очень ядреный на самом деле. Но он именно ядреный не тем, что он какой-то перчон. Он ядреный тем, что вот уксус чувствуется. Довольно-таки много уксуса. Но это делает его каким-то правильным, что ли. Я не знаю. Как будто взяли томатную пасту, бахнули в нее уксус и, в общем-то, сделали кетчуп таким, какой он должен быть. Я не знаю. По-моему, это просто идеальный кетчуп. Сколько я пробовал других, мне они так сильно не нравятся. Но во многом я человек такой консервативной закалки в плане еды. И мы будем пробовать другие соусы. А вдруг мне покажется он не таким вкусным по сравнению с другими. Так что это наше первое видео, связанное с томатными кетчупами. Мы продолжим про них рассказывать. Но я могу сейчас рассказать. Да, этот кетчуп, он мой самый любимый. На сегодняшний день, возможно, другие мне понравятся больше. Но он довольно-таки дорогой. В нем есть минусы. Этот кетчуп можно есть с картошкой, с мясом, с чем угодно. Абсолютно. Даже можно на хлеб намазывать, на черный. Будет очень вкусно. И закусывать, в общем-то, различные крепкие напитки. Вот так вот. Даже лучше на белый хлеб, знаете, намажешь вот этого кетчупа и закусывать. Отлично проверено. Время. Такие трудовые дела, друзья. Если ставить ему оценку, я бы, наверное, вот на сегодняшний день, когда я, в общем-то, попробовал, наверное, в своей жизни кетчупов я, ну, наверное, 15 я попробовал. Но, естественно, я их пробовал так вот, знаете, невнимательно, не делая обзора. И вот нам это все предстоит. Ну, так бы я ему поставил сейчас, на сегодняшний момент, наверное, 9. Крупную 9, потому что 10 – это что-то должно быть заоблачное. Ну, близко к 9, 8 с хреном. Будем так говорить. Давайте говорить, 8 с томатом. Вот. Гуснее, конечно, у него что-нибудь макать, чем я сейчас и займусь. Но, тем не менее, вот очень такой, знаете, теркий, вот это послевкусие. Как будто, вот знаете, даже вот какой вкус тут. Это вкус помидоров маринованных, бабушкиных помидоров маринованных. Вот таких вот, знаете, чтобы там чесночок, лучок был, вот этот вот зелененький. И вот этот вот вкус, вот этот самый, да. Как они его сделали, эти голландцы, я хрен знаю. Наверное, еще вот в чем секрет этого соуса. Он сладкий, он сладкий, друзья, он сладкий. Он реально сладкий. Многие соусы, вот такие вот кетчупы, они слишком кислые. Они бахают сахаром много. Поэтому, опять же, вот эта вся мозаика, видите, она складывается. Вот я постепенно начинаю понимать этот соус, я чувствую его. Да. Надеюсь, у вас тоже это получится. До новых встреч. Пишите комментарии, пробовали ли вы этот кетчуп. Считайте, может быть, другой кетчуп, самым лучшим. Давайте все это обсуждать. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok